Привет! Сейчас мы создадим в GarageBand барабанную партию и мне бы хотелось рассказать о том, насколько это сделать просто и удобно. На мой взгляд, GarageBand это идеальная программа для записи демок, когда нужно просто упорядочить материал, который вы там сочиняете, и потом доводить до совершенства, переписывать партии, можно так оставлять, то есть именно средства для быстрого старта. В общем, мы создаем дорожку, то есть при запуске, когда в GarageBand ничего нету, ни одного трека, он сразу вводит этот диалог, который предлагает нам создать какой-либо тип трека. Вот мы выбираем Drummer, создаем, и здесь сразу же появляется, то есть какая-то партия уже есть. Вот давайте послушаем. И мы видим то, что это рок, это вот этот Кайл, это типа барабанщик такой, играющий в стиле поп-рок. И здесь автоматически тоже выбирается кухня, подходящая к этому стилю. Кухня я имею в виду ударная установка, ну то есть набор сэмплов по сути. Вот. И также мы, если выбираем другого барабанщика, он нам начинает играть совершенно другие вещи. Hard Rock, Punk Rock, Funk Rock, Breed Pop. У нас очень низкий темп. То есть мы даже изменяя темп, заставляем измениться барабанную партию. Это, конечно, они очень серьезно постарались над этим барабанным движком компанией Apple. Вот. Еще очень удобная настройка, это когда мы можем взаимодействовать с барабанщиком прямо вот по такому графику. Проще, сложнее, громче, тише. Вот. Сразу же вопрос, можно ли в процессе, то есть в процессе звучания одного отрывка, отрезка, менять вот это? Нет, нельзя. То есть это выставляется на каждый отрезок. Хотите менять, делайте дополнительно. Вот, к примеру, мы здесь хотим сделать жирную сбивку. Все. На одних томах. У нас получается есть такая штука. Вот. Но, допустим, если мы это отсюда уберем, он нам может нарисовать сбивку и без отдельного отрезка. То есть, в принципе, вот этот вот генератор барабанов работает вообще довольно удобно. То есть, каких-то вопросов к нему нет. В общем-то, делает классные штуки. Вот я буквально вчера записал трек один, где, ну, то есть, по барабану у меня вообще никаких заморочек не было. Все было предельно удобно. И, ну, то есть, как с живым барабанчиком все произошло. Вот. Далее. Ну, настройки. Допустим, вот эти вот наборы настроек это всего лишь, ну, то есть, громко-тихо, из каких барабанов это состоит и, то есть, переключаются такие как пресеты. Вот. допустим, сказать, давай играй на томах, на рабочем, или рабочем можно отключить, бочку можно отключить, можно на одних томах и с рабочим. Можно чуть посложнее для томов. добавим бочку сюда. Можно сам рисунок поменять. Можно сделать его в два раза медленнее. Можно сделать в два раза быстрее. Переключаться можно между хэтом, томами и тарелками. То есть, одновременно это все не включить. Можно дополнительно включать перкуссию, причем выбирать тоже один из трех. Ну, я думаю, это хорошо сделано, потому что как бы многие грешат тем, что перенасыщают партии и в общем-то ничего плохого в этом нет. То есть, если вам надо более детально с этим разбираться, пожалуйста, ставьте Logic или какой-либо другой многодорожечный этот софт и, ну, составляйте более подробные партии. Это именно для демо. И, на мой взгляд, вот пока что, то есть, я сейчас сочиняю музыку без барабанщика и я не чувствую жесткой нехватки барабанщика в своем творчестве, потому что, ну, как бы есть вот этот барабан движок, который, в общем-то, решает мои проблемы. Есть еще очень удобная штука. Вот сейчас я, допустим, если сюда добавлю какой-нибудь бас, это библиотека сэмплов. Вот, то что-нибудь. Так, ну, это электронный. Ну, нормально пойдет. Правда, такой немножко запутанный, но включим закольцовку. Вот, и скажем ему следуй. Вот. Он подстроил барабанную партию под бас. То есть, я ему сказал, откуда брать. Вот я указал здесь. Все, он сейчас будет подстраиваться под меня. Давайте какой-нибудь этот, даже не знаю, что-то выбрать. ну, пусть будет поп-рок, чтобы это более-менее соответствовало басовой партии. когда-то, когда я увидел программу GarageBand, это было последней каплей, когда я решился перейти на Mac. до этого я все время об этом размышлял и был на Винде. Потом, ну, все, GarageBand просто меня сразил. Так что, всем творческих успехов, пишите демки, сочиняйте музыку. няйтесь 揬 峰 сним lessons heute lo Потом je получить 以 том ỵ эти